Евгений Владимирович, здравствуйте. На какие уловки преступников чаще всего попадаются доверчивые люди, каковы основные виды мошенничества и есть ли так называемый сезонный фактор? Да, вы совершенно правы. В настоящее время, в течение последнего календарного года в Ярославской области и по всей Российской Федерации так называемые интернет-мошенничества в сфере компьютерных технологий превалируют в общем состоянии преступности. В текущем году достаточное количество, к нашему сожалению, граждан стали жертвами так называемых телефонных мошенничеств. В основном наши граждане ведутся на телефонные звонки, где так называемые мошенники представляются различными работниками финансовых структур. В основном представляются службы безопасности различных банков, таких как Сбербанк, УТБ и так далее. В принципе, неважно. И говорят о том, что ваши финансы находятся в опасности, о том, что в отношении вас совершаются те или иные противоправные действия. И предлагают перевести либо наличными через банкомат, либо с помощью интернет-банкников свои денежные средства на предлагаемые счета. Заведомо мы знаем, что это счета уже телефонных мошенников. Наиболее распространенные виды мошенничества – звонок по телефону или СМС. Что должно насторожить в этом случае? Вы знаете, должно насторожить, в принципе, и то, и другое. Но наиболее распространенным фактором на сегодняшний день является телефонный звонок. То есть, как я уже обговорил выше, то есть поступает телефонный звонок, и людям под различными предлогами предлагается со своими денежными средствами расправиться, расстаться точнее. Соответственно, не исключены факты о том, что будут поступать СМС перед этим различного содержания, о том, что с вашего счета идут списания, либо пополнения и так далее. Возможно, какие-то электронные письма на вашу электронную почту с различными ссылками уже заведомо мошеннических сайтов. Уловки мошенников многогранны, так сказать. То есть, они с каждым днем все более и более пытаются ввести в заблуждение наших граждан различными способами. Но в основном на сегодняшний день это все-таки телефонные звонки. А насколько распространены в нашем регионе финансовые интернет-мошенничества? Вы знаете, то есть, если анализировать суточную сводку, то, наверное, ежедневно мы фиксируем 2-3 подобных факта. То есть, на сегодняшний день мы проводим определенную работу по профилактике данного вида преступлений. То есть, стоит задача дойти и объяснить эту тематику каждому гражданину. Вместе с тем, есть определенная категория излишне доверчивых граждан, которые мошенники обманули уже и дважды, и трижды. И как можно защитить себя от мошенников? Правило здесь очень простое. То есть, наши граждане должны понимать о том, что никакая служба безопасности на телефоны своих клиентов звонить не будет. А уж тем более предлагать какие-то сомнительные переводы на какие-то сомнительные счета. Совет тут один. Если вам позвонили, представились работникам банка, рекомендация незамедлительно закончить телефонный разговор. И если есть какие-то сомнения, возьмите свою пластиковую карточку. На ней сзади написан телефон банка. Перезвоните по нему. И, соответственно, уточните те вопросы, которые вас интересуют. Спасибо. А я напомню, об интернет-мошенничествах мы говорили с начальником отдела организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних у МВД Российской Федерации по Ярославской области Евгением Савельевым. Продолжение следует...